Казахстан далеко не чужая страна для чеченцев, тем более для главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Дело в том, что именно в Северный и Центральный Казахстан 23 февраля 1944 в ходе сталинской депортации выслано было большинство чеченцев, меньшая часть в Киргизию. Именно в Казахстане началась биография значительного числа чеченцев, родившихся примерно с 1944 по середину 50-х. Например, в казахской Караганде появился на свет 23 августа 1951 первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров. В казахстанской станице Куркамыс родился в 1953 и его супруга, мама Рамзана Ахматовича Аймани Кадырова. Немало чеченцев, родившихся до 1944, выросли и провели свои юные годы именно в Казахстане. Например, знаменитый чеченский великан-баскетболист 50-х Увайс Ахтаев начал профессионально играть именно в Караганде и Алматы. Шахман Далдаев – знаменитый чеченский певец из Казахстана, исполнитель хита «Да-да, это Кавказ». Некоторые чеченцы даже после официального хрущевского разрешения в 50-е вернуться домой в Чечню, все же остались в Казахстане, ибо нашли здесь хорошую работу, построили надежное жилище, в общем укоренились, и сегодня в Казахстане живет чеченская община в несколько десятков тысяч человек. Чеченская община Казахстана также пополнилась в 90-е, когда некоторые чеченские семьи беженцев вынуждены перебрались сюда к своим родственникам. Чеченцы весьма благодарны казахам за приют, что те оказали депортированным войнахом. Не случайно одна из улиц Грозного носит имя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, «Поэтому сегодня в Чечне внимательно следят за творящимся на казахской земле, и очень переживают. Мы, чеченцы, отнюдь не понаслышке знаем, что такое война, как к ней можно подвести вот такими митингами», говорит Рамзан Ахматович. «Это делали спецслужбы различных иностранных государств. Народ разделили наш. Мы просим наших казахских братьев одуматься, не разрушать свою страну и не совершать ошибок. Просим остановиться, чтобы не доводить до войны. Просим не идти на поводу у провокаторов, ибо война ни к чему хорошему не приводит. За все содеянное рано или поздно придется отвечать». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!